В то время топаз таким образом отгранить, это же какое искусство надо было. И вот этих два камня, они у меня до сих пор перед глазами, ага. Ну и он говорит, я говорю, так вот расскажи, какие, как, мол, найти ямы-то. Он, а что, я тебя провожу. Бабка ей говорит, да сходи, сходи, а то сколько лет ты-то не был, а гляди тут случай. И вот он, я думаю, ни хрена себе слепой, а поведёт, как же он меня поведёт-то. А он мне говорит, а ты вот в детстве, где бывал, помнишь, как найти тропинку или куда что? Всё перед глазами-то, говорит, стоит. Я говорю, точно. Так вот ты, говорит, только показывай, чтобы я не запнулся, а я тебе буду говорить. Вот мы из Рюжакова через речку, через мост перешли. И он, значит, говорит, вот сейчас будет поляна, мы тут в детстве футбол гоняли. Вот за поляной большая сосна стоит, там будет тропка, ты налево. Я говорю, вот тут вот лужа, давай обойдём. И вот иду, его веду, он палочка идёт, пришли, вон там, вон там коп, в котором он, видимо, ещё ковырялся. И вот сел. Я, разведи, говорит, живой мне огонёк-то, я ему развёл живой огонёк, он сидит. А ты, однако, поройся, поройся, тут ещё что-нибудь может быть, ещё мои деды и прадеды здесь робили. Ага, тут, говорит, вот и начал мне рассказывать. А потом говорит, а ты что найдёшь-то мне, дай, я тебе скажу, что ты нашёл. Я думаю, ничего себе, слепой ведь. Даю ему этот самый змеевик, а там змеевиковая яма с турмалинами была. И с марионами тоже они все вместе тут. Он берёт, однако, мылинка, глянь-ка, говорит, мылинка, это, говорит, змеевик, по-вашему-то. Ага, я ему пигматита кусок даю, он провёл рукой-то, а он же выступает. Он говорит, однако, ведь это припас, знак. Это они припас пигматитом называют, я думаю, ни хрена себе. Потом марион нашёл, он тут же сказал, ты гляди-ка, нашёл струганец какой хорошенький-то. Я говорю, вот ни хрена себе. Вот такой вот мужик. Потом идём с ним домой, а он говорит, слушай, да чего люди, говорит. Говорит, для того, чтобы всю красоту похабят, портят. Не что, говорит, для того, чтобы понять, что красоту-то надо видеть живыми глазами. Говорит, чтобы неужели, неужели надо ослепнуть, чтобы потом понять, что потеряли-то. Я думаю, ничего себе. А ты, говорит, на лесопеде-то умеешь ездить? Я говорю, умею. Так знаешь что, ты как на лесопеде-то ездишь? Ведь только вперёд смотришь. Я говорю, ну да, так ты вот всю жизнь, говорит, вперёд смотри, а под ноги-то, говорит, не смотри, а то запнёшься. Вот такой мужик был. Очень интересно.